Здравствуйте! Сегодня пятница, 27 октября. В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа «Объектив» в студии Елена Мельникова. Я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по экономическому потенциалу. Администрация города в еженедельном режиме занимается мониторингом важных строительных объектов округа. Не тяни резину, сдай покрышки. В Новоуральске стартовала ежегодная сезонная природоохранная акция. В театр всей семьей. В рамках родительского просвещения в городе реализуется уникальный проект – семейный театр. Средний Урал занял седьмое место во всероссийском рейтинге регионов по экономическому потенциалу. Индекс составлен Фондом развития гражданского общества на основании данных Федеральной налоговой службы и Росстата за второй квартал 2023 года. Цель исследования – оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов Федерации, обеспечивающего в первую очередь благосостояние жителей. Как сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, губернатор Евгений Куйвышев ставит приоритетной задачей повышения качества жизни в Свердловской области. Действующий комплекс мер позволяет нашей экономике развиваться. И это отражается в объективных показателях, на основе которых составлен рейтинг – размер уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, уровень среднемесячной заработной платы по региону и совокупная прибыльность предприятий и организаций. Отметим, что по сравнению с первым кварталом 2023 года Свердловская область сохраняет место в рейтинге. В настоящее время регион разделяет позицию с Республикой Татарстан. В еженедельном режиме администрация округа продолжает вести мониторинг готовности строительных объектов в социальной сфере. Очередной выезд прошел по таким объектам, как Красногвардейский проезд 4, спортивная площадка по улице Свердлова 9, 11 и 11А и новоиспеченная аллея молодежи. Подробнее в сюжете Кирилла Пантелеева. Первой локацией объезда стала спортивная площадка по улице Свердлова, где уже выполнены значительные работы по укладке асфальта в дворовой территории с расширением части парковочных мест. Поставка и установка спортивного оборудования запланирована на 15 ноября. Подрядчик заверил, что все необходимые закладные для монтажа оборудования уже установлены, поэтому после его поставки сразу приступят к монтажу. Таким образом, данный объект будет завершен во второй половине ноября. Следующим объектом стал Красногвардейский проезд 4. Бетонирование спортивной площадки не было выполнено из-за проседания щебня в одном из углов. Необходимо дополнительный объем материала. На этой неделе проводились работы по завозу и укладке щебня. Бетонирование площадки планируется на следующей неделе. У нас очень дом большой, и много очень ребятишек и многодетных семей. У нас Надежда, председатель совета многоквартирного дома, обратилась к нам, чтобы мы хотели защитить проект для наших ребят, чтобы сделать им спортивную площадку и воркал-площадку. У нас есть протокол, собрание, где все жители, больше 70% проголосовали за то, чтобы эта площадка была на балансе дома. Мы готовы. Заключительной точкой нашего объезда стала аллея молодежи. Все ремонтные работы на заключительном этапе. Важно отметить, что уже 8 ноября этого года жители города смогут увидеть и прогуляться по ней, потому что в этот день планируется грандиозный праздник – открытие аллеи молодежи. Все идет к реальному завершению, как нам строители обещали, к 30-му числу объект будет закончен. И мы комиссионно убедились в этом. Уже идут, ну, скажем так, совсем там минимальные работы по очистке, расстановка мафов, урн и скамей. То есть здесь объект однозначно будет открываться. Благоустройство территории в городе действительно идет полным ходом. Уже сегодня жители могут увидеть, как преображаются дворовые территории и общественные пространства. Благодаря активности жителей города наше пространство становится с каждым днем лучше. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Министерство ЖКХ напоминает жителям Свердловской области о правильной утилизации шин. В регионе ежегодно образуется 15 тысяч тонн отработанных автомобильных шин, покрышек и камер. Их переработкой в регионе занимаются 10 предприятий. Отработанные автомобильные шины и покрышки состоят из резиновой основы, металлического и текстильного корда. Технологии позволяют извлекать эти компоненты. Большинство предприятий по утилизации выпускают крупную резиновую крошку, которая используется в производстве напольных покрытий. Предусмотрены и штрафы за неправильную утилизацию шин. Для физических лиц – до 3 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч и для юридических лиц – до 250 тысяч рублей. В Новоуральске тем временем стартовала ежегодная сезонная природоохранная акция «Не тяни резину, сдай покрышки». Автомобильные шины отнесены к отходам четвертого класса опасности. А значит, обращение с ними должно осуществляться в соответствии с природоохранным законодательством. Сдать ненужные покрышки можно до 26 ноября. Сбор осуществляется на полигоне ТБО «Мупритуал» ежедневно с 9 утра до 16 часов. По адресу – город Новоуральск, улица Заплотное, шоссе 4. Место вывозки покрышек уточнить у сотрудника полигона на контрольно-пропускном пункте. Все собранные покрышки будут направлены на переработку на одно из предприятий по утилизации. По всем вопросам можете обращаться по номеру телефона группы по охране окружающей среды администрации Новоуральского городского округа, который вы видите на своих экранах. Профилактика на всех уровнях. В рамках борьбы с зависимым потреблением на территории округа работа ведется не только с подрастающим поколением, но и со взрослым населением. На особом контроле антинаркотической комиссии Новоуральска работа в этом направлении на потенциально опасных объектах. Каких именно, узнаете в материале Валерии Коневой. Залог крепкого здоровья новоуральцев не только в занятиях спортом и профилактике заболеваний, но и в отказе от вредных привычек. Особенно тщательно за образом жизни сотрудников следят в организациях, обеспечивающих функционирование города. Это коммунальные службы РИР, Водоканал, Водогрейная, Котельная, а также на Уральском электрохимическом комбинате. Там, кстати, всю работу по профилактике алкоголизма и употреблению наркотиков можно разделить на три основных блока. Наиболее показательным оказался контроль. В здравпунктах перед началом смены более 650 человек проходят осмотры. В скором времени на одном из здравпунктов появятся четыре комплекса электронной системы медицинских осмотров, что ускорит процесс и даже поможет в выявлении заболеваний. Также атомщиков активно привлекают к здоровому образу жизни массовыми мероприятиями, соревнованиями, в разных видах спорта и спартакиадами. Надо сказать, что предприятия все до единого докладывают о том, что за последние 3-4-5 лет однозначно ситуация улучшается. Допустим, АО УХК говорит о проведении полного комплекса мероприятий, начиная от выявления на проходной инструментальном обследовании, заканчивая пропагандой здорового образа жизни и участия во всех соревновательных историях, физкультурно-оздоровительных историях, просто походы выходного дня. Все привело к тому, что среди сотрудников УХК на 2023 год не выявлено ни одного, скажем так, нарушения проходного режима. Еще одно предприятие, находящееся на особом контроле – партнерское товарищество «Авангард». Это наши перевозчики, отвечающие за осуществление городских маршрутов, а следовательно, за безопасность на дорогах Новоуральска. Два раза за смену проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Раз в году в рамках 20-часовой подготовки проходит учеба по оказанию первой медицинской помощи, в рамках которой рассматривается тема о пагубном влиянии алкоголя, табакокурения, употреблении наркотических средств и психотропных веществ на организм человека и последствия их употребления. При трудоустройстве кандидат на работу проходит медицинскую комиссию на профпригодность. То есть не просто приносят медицинские справки, которые выдаются, а, как вы знаете, приходит расширенный медицинский осмотр, выдается паспорт безопасности. Также при трудоустройстве кандидат на работу проверяется в правоохранительных органах. В этой борьбе с зависимым поведением организации Новоуральска не остаются один на один с решением вопроса. Как правило, информационная работа ведется во взаимодействии со средствами массовой информации, как печатными, так и аудиовизуальными. Очень много работы ведется. Газета буквально там, не его, на каждом номере можно сказать, что занимается этим вопросом, начиная там от спорта. Помните последние цифры, которые нам огласили, такой шквал был интересный, после чего мы разработали уже и концепцию по снижению данной проблематики в Новоуральском городском округе. Сейчас мы ее выполняем. Культура, спорт, молодежная политика, образование, все серьезно работают в этом направлении. Обмениваются со СМИ информацией, прямые эфиры, какие-то репортажи, интервью. Отрабатывают также на уровне субъектовой информации, субъектовой комиссии антинаркотической, которая у нас также является нашим старшим братом, который мы в том числе выполняем поручения. Поэтому наши СМИ отрабатывают на должном уровне. Статистика показывает, что все усилия организаций округа, направленные на борьбу с зависимым поведением, ведут к улучшению обстановки. На предприятиях не выявлены случаи, когда сотрудники приходят в состоянии опьянения. Вместо этого они с каждым разом все активнее участвуют в мероприятиях, которые предлагают на местах работы. Валерия Конева, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. В год педагога и наставника особое внимание уделяется тем людям, которые отдали свою жизнь образованию. Каждый год в детской школе искусств проходит встреча поколений, на которой у действующих педагогов и ветеранов образования есть возможность пообщаться. Музыка. Без нее не обходится ни одно мероприятие в детской школе искусств. В концертной программе встреча поколений прозвучали известные многим любимые мелодии всех времен. В зале собрались ветераны образовательных учреждений нашего города, музыка, мастер-классы и встречи с бывшими коллегами. Это все про встречу поколений. Мы хотим объединить все поколения нашего города, чтобы мы во имя будущих, обучающихся будущих поколений, создали те условия, которые сегодня открывают хорошие и прекрасные возможности для каждого юного новоуральца. В концерте приняли участие преподаватели детской школы искусств, многие из которых, кстати, выпускники учреждения разных лет. Насыщенная разнообразная программа из произведений русских и зарубежных композиторов стала настоящим праздником и не оставила равнодушным никого из гостей. Очень приятна забота музыкальной школы, ее педагогов, администрации за такое теплое отношение к нам, пенсионерам. Мне вообще здесь нравятся мероприятия все. Во-первых, здесь проходят мероприятия бесплатно, и мы общаемся с товарищами, с коллегами, ну и вообще со знакомыми очень часто встречаемся. Нам очень нравится, как выступают дети-педагоги. Хочется поблагодарить всех организаторов данного концерта, педагогов музыкальной школы. Я хочу сказать, что я сама воспитанница тоже этой музыкальной школы. И пусть не все у меня сложилось с музыкальной школой, но сегодня я снова обратилась к музею. В детской школе искусств собрались не только ветераны образования, но и коллеги учреждения, с которыми школу связывает тесное сотрудничество. Я от всей души благодарю всех, кто в разные годы трудился в нашей школе, всех, кто ею руководил, всех, кто создавал ту невероятную, потрясающую базу, тот фундамент, на котором наша художка, корабль нашей художки продолжает свое очень успешное плавание. Любимые песни о дружбе, любви, добре, песни о родине. Встреча поколений – это показательный пример духовного единения молодых педагогов и ветеранов образования Новоуральска. Уникальный проект «Семейный театр» реализуется в Новоуральске третий год. Взаимодействие системы образования с культурой в рамках проекта «Родительское просвещение» подразумевает под собой просмотры спектаклей родителей с детьми с дальнейшим обсуждением увиденного. Такая форма совместного времяпрепровождения получила за годы проведения много положительных отзывов. Родители с интересом включаются в процесс, следуя за своими детьми. Подробнее расскажет Валерия Конева. Семья. Что может быть важнее? В современном мире бывает сложно найти возможность для интересного проведения досуга родителям вместе с детьми. Работа, быт – все это съедает драгоценное время. Консультационно-методический центр «Индива» вместе с театром «Куколсказ» представил свой проект по семейному просвещению, в который входит совместный просмотр спектакля родителями с детьми с дальнейшим его обсуждением. В 2020 году проект был разработан, а в 2021 семьи увидели первый спектакль. Начинали мы со спектакля «Почтальон», долго смотрели, думали, как это будет выглядеть, в какой форме. На данный момент у нас уже несколько спектаклей, которые мы показывали в проекте «Семейный театр». Вот один из последних, тот, который мы показываем сегодня, «Золотой цыпленок», замечательный, добрый детский спектакль. Это спектакль о том, как важно быть хорошими родителями, что такое настоящий папа. «Золотой цыпленок» – первая постановка, с которой стартовал сезон проведения семейных спектаклей в этом году. Сюжетная линия повествует о безграничной родительской любви. Каждый зритель выделил для себя своего героя. Мне понравился цыпленок, потому что он был хорошим и низовым. Кто тебе больше всего понравился? Цыпленок. Почему? Потому что он ржончик и миленький. Сегодняшний спектакль прямо душу тронул. Близкодушевно мне показался волк. Грантовая поддержка Уральского электрохимического комбината позволяет навуральцам смотреть спектакли проекта бесплатно. Главная цель – привлечение внимания к семейным ценностям. Разбирая героев постановок, у семьи появляется возможность стать ближе друг к другу и посмотреть на себя со стороны. Сейчас все работают постоянно, такой мир вечно занятой. А такие спектакли, мероприятия не очень сближают родителей и детей. Впечатления отличные. Все понравилось. Спектакль понравился. Атмосфера такая дружелюбная. Мне понравился сегодня со всей семьей. Мне понравился спектакль смотреть. Мы очень часто куда-то с семьей ездим, любим друг друга. И этот день наполнен нашу семью больше любви. Включились в процесс как дети, так и их родители. После просмотра спектакля зрители все вместе разбирали образ героев. А после увлеклись заполнением плакатов под названием «Любовь и воспитание». Семейный театр – это отличная возможность провести время всей семьей. В этом году планируется провести восемь таких встреч. За анонсами мероприятий следите на сайте Театра Куколсказ. Также информация о проекте есть в учебных учреждениях города. Валерия Аконева, Елена Мельникова, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. Добро пожаловать в НВК. Мы продолжаем погружать новоуральских школьников в профессию журналиста, оператора, звукорежиссера, всех, кто трудится над созданием новостей. На этот раз нашими гостями стали ученики лицея номер 58. Наш класс! Экипаж! Наш девиз! Помощь, жди от нас везде! Мы на лучшем корабле! Это девиз ребят из 4 класса 58 лицея. Их дружный экипаж пришел на ознакомительную экскурсию в Новоуральскую обещательную компанию. Ребята с интересом исследовали за кулисьей НВК, внимательно слушая информацию, которую рассказывали наши специалисты. Каждая экскурсия уникальна и не похожа на предыдущие. Школьники сами расставляют акценты на том, что им действительно интересно. Сегодня мы пришли в НВК узнать, что здесь происходит. Все так серьезно, так все стоит дорого. Было полезно, как узнал, как эта съемка вся происходит, как монтируется. Нам рассказывали о режиссерах и какая у них работа. Мне кажется, самое сложное – это у вас сниматься перед камерой. Я не знаю, кем я еще стану в будущем, но, может быть, стану журналистом. Теперь я об этом знаю еще больше. Однако, интересной и познавательной эта экскурсия была не только для детей, но и для взрослых. Мы очень часто детям рассказываем о профессиях. А вот сегодня мы воочи увидели то, что здесь творите вы. Конечно, очень много удивило, много интересного. Ну, здорово. Прогулявшись по кабинетам и студиям НВК, ребята пришли к выводу, что самое сложное – это умение держаться в кадре и не волноваться, когда на тебя направлена камера. А больше всего их заинтересовала радиостудия. Уверенно, держим курс на профориентацию. Если наш проект поможет хоть одному ребенку сделать выбор в профессии, значит, все не зря. Комсомол – союз юных, активных патриотов своей родины. Многие первостроители Новоуральска были комсомольцами. В преддверии 105-летнего юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи на НВК прошел прямой эфир. В гостях у нас были самые активные представители комсомольского движения. Ну, я 10 лет проработал заведующего отдела по делам молодежи. Создали отдел, совместно с Владимиром Николаевичем делали все это. Прошли достаточно очень много. Создавали на колени, потому что опыта никакого не было. Конечно, с нуля все было. Ну, естественно, какие-то семена брали хорошие, то, что было наработано комсомолом, пионерии, потому что у меня был, как бы, такой обширный фронт работы. И вот практически отдел заработал сразу, заработал сразу. Мы подхватили все, что в комсомоле было хорошее. Это однозначно военно-патриотическая работа. Это дворовые клубы, дворовые клубы, чтобы они не остались брошенными. Напомним, в это воскресенье, 29 октября, отмечается праздник – День рождения комсомола. Встретят его и в Новоуральске. Встреча состоится в 14 часов в Доме культуры Новоуральске и по адресу улица Комсомольская, 14. На этом у меня все. Встретимся с вами в понедельник в 19 часов на телеканале ОТВ в программе «Объектив. Итоги», в которой мы расскажем об актуальных событиях, прошедших в нашем городе. Не пропустите. Всем хорошего настроения и до новых встреч в эфирах НВК.